Сейчас на примере одного узла я вам покажу, как обжимаются пресс-фитинги для металлопластиковой трубы. Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Мастер До Всех Дел. Меня зовут Максим. В этом коротком видео я вам расскажу о том, как обжимать пресс-клещами Вольтек, пресс-фитинги, на что нужно обратить внимание в обязательном порядке, чтобы получить качественное, надежное и долговечное соединение. Погнали! Работать мы будем пресс-клещами Вольтек. Я их приобрел тогда, когда принял решение систему отопления дома монтировать металлопластиковыми трубами. Инструмент не из дешевых. Я брал порядка, по-моему, 10 тысяч рублей. Но без них не представляется возможным работать. Однако я ни капельки не пожалел. Пресс-клещи выглядят следующим образом. Имеют телескопические ручки для увеличения рычага момента затяжки. В комплекте идут несколько пресс-обжимных головок на 32 труба 32. Они запакованы. Я их даже ни разу не использовал. 26 использовал 20 и 16. Сейчас мы будем работать с 20 трубой. Поэтому берем 20 отжимные головочки. Раскрываем клещи. Убираем фиксатор. После чего помещаем нужные нам губки вот сюда. Выглядит это все вот так вот следующим образом. Фитингов существует превеликое множество. Уголки 90 градусов, тройники, разные тройники, разные уголки. Здесь вот 16, 20, 20. 16, превеликое множество для реализации вашей задачи. Сейчас на примере одного узла я вам покажу, как обжимаются пресс-фитинги для металлопластиковой трубы. Отрезаем металлопластиковую трубу ровно. Отрезали в магазине неровно, мне это не нравится. После чего нам нужно взять, как он называется, вальцеватор, вальцовка. После чего нам нужно взять специальное приспособление фирмы Вальтек. Он нам необходим для того, чтобы здесь присутствуют резцы. И тоже он у нас в нескольких диаметрах. Для 16 трубы, для 20 трубы и для 26 трубы. У нас 20 труба, мы используем 20 часть. И с этими вот ножичками, которые вот они, ножички, Этими ножичками срезаем внутреннюю фаску. При этом, когда надеваем, выравнивается та часть трубы. Она становится ровной для того, чтобы надеть на пресс-фитинг. Мы проворачиваем 3-4 раза в одну сторону. Проворачиваем 3-4 раза в другую сторону. Здесь, сейчас я вам покажу, стружка присутствует. Вот. Вот эта вот стружка, мы ее сняли с внутренней части трубы. Для чего нам это необходимо? Нам это необходимо для того, чтобы... Сейчас мы отрежем небольшим запасом. Вот. Как выглядит необработанный. Вот. Необработанная сторона металлопластиковой трубы. А вот так вот выглядит обработанная сторона металлопластиковой трубы. Для чего нам это нужно? Когда мы работаем с пресс-фитингом, нам необходимо, во-первых, понимать, для чего вот эти вот отверстия, вот они, маленькие отверстия. Это для контроля того, когда труба полностью зашла. Как только мы видим здесь вот белый, кружочки, белый цвет, значит труба зашла до самого конца. Они у нас разборные. То есть вот так мы его разбираем. Обязательно разбираем каждый фитинг. Обязательно разбираем каждый фитинг перед его монтажом. Поэтому необходимо убедиться в наличии и целостности, сохранности вот этих вот двух прокладок. Две черные прокладки. Одна и вторая. Также здесь присутствует диэлектрическая прокладка. Белая. Она вон там внутри. После чего, когда мы убедились, что здесь все хорошо с нашим пресс-фитингом, мы его собираем обратно. Теперь мы можем завальцованную часть вставить в наш пресс-фитинг. Вот. На камеру было видно, как труба зашла до самого конца. До самого конца она у нас зашла. Все. После того, как данную операцию мы сделали, мы можем произвести опрессовку. Опрессовку мы производим пресс-клещами следующим образом. Они поворачиваются во все стороны для удобства вашей работы. Помещаются... Сейчас покажу вам. Поместить необходимо данный пресс-фитинг следующим образом. Есть специальный паз. Вот он. Вот он. Вы можете что так поместить, что так поместить. То есть мы его вот так вот помещаем. И... Закрываем. Закрываем в положении, когда у нас пресс-клещи разведены в разные стороны. Проверяем фиксацию данного пресс-фитинга, что он у нас на месте. Посмотрим. После чего, когда мы зафиксировали, поместили, мы просто берем и сводим с клещи вместе. Первая фиксация произведена. После этого необходимо развести, но не вытаскивать фитинг, а провернуть его вокруг своей оси примерно на 45 градусов и произвести второй обжим. Все. Работа сделана. Работа сделана. Данный пресс-фитинг обжат. Труба внутри. Фитинг готов к установке. На этом все. Если ты считаешь данное видео полезным, ставь лайк, подписывайся на канал, рассказывай друзьям. До новых встреч. Пока-пока.